приветствую вас друзья снова с вами атомный кролик сегодня у нас вторая часть истории мира mortal kombat довольно большая обширная хотел развить ее несколько частей но потом подумал что наверное лучше все дать вместе сегодня мы расскажем о моем любимом персонажа у саб-зиро не только потому что он один из самых популярных персонажей но еще и мой любимый персонаж на к тому же именно по части истории вся фишка в том что саб-зиро это не один человек а это братья братья бихан и квай ленг которых по одной версии более старый воспитывал их отец который был грандмастером ордена линк уэй и криомансером тоже и он их именно научил управлению холодом а собственно саб-зиро это не имя это титул который передавался от старшего мужчины в семье и являлся определенным доказательством его мастерства по другой версии описаны более поздних версиях игры братья были выкрадены у их родителей и воспитаны как наемные убийцы для выполнения целей клана изначально линк уэй все были орденом убийцы и их нанимали для выполнения всевозможных целей таких вот как кража амулета шинока из монастыря шаолиньского где собственно произошло роковое столкновение саб-зиро и скорпиона в котором скорпион погиб и превратился нынешнюю форму воина-призрака после чего ему собственно пришлось доставать этот амулет из преисподней так как шинку волоково туда об этом даже есть отдельная игра которая называется mortal kombat вифологи саб-зиро в которой собственно и описано приключение то что он там перенес персонаж который мы видим mortal kombat 2 это не тот же самый человек это уже куай ленк его младший брат который занял место саб-зиро после своего смерти на турнире от рук скорпиона дальнейшем их было легко отличить потому что куай ленк не носил маски его лицо украшал довольно большой шрам на правом глазу оригинальной мифологии куай ленк не собирался мстить за своего брата он был более спокойного нрава и не желал продолжать эту бесконечную войну а вот по событиям mortal kombat 9 именно смерть его брата привела его на турнир именно желание отомстить привело его в ловушку он вышел перед императором и просил его дать ему возможность отомстить за брата уничтожить его убийцу шокон согласился и куан-чи призвал скорпиона появивший скорпион понял что перед ним не тот же самый человек на что куай ленк ответил ему что он здесь чтобы защитить честь брата скорпион заявил что у ленкой нет чести но саб-зиро удалось победить и он уже готовился уничтожить скорпиона после чего уже обращенный киборгов войны ленкой и взяли его в плен и пообещали лояльность императору за то что они отдадут его в их распоряжение на что шаокан конечно же согласился вот тут начинается история кибер саб-зиро куай ленка в образе киборга на службе императора вскоре земным воинам удалось его обезвредить и джакс смог его перепрограммировать так что куай ленк вспомнил кем он был и что он делал и принял правильное решение перейдя на сторону сил сопротивления после чего он пытался искупить все страшные вещи которые творил на службе императора саб-зиро выяснил что куанчи собирается похитить души смертных создав большой поток из них так называемый солнадо куай ленк отправился туда чтобы помешать колдуну выполнить задуманные наткнулся там на воина который сказал им что он не достоин носить цвета саб-зиро оказалось что это его старший брат бихан которого куанчи воскресил воспользовавшись тьмой в его душе мало того он был этому очень рад говорил что он совершенен и что даже если у них саб-зиро одна кровь братьями они больше не являются на что куай ленк ему ответил что не будет сожалеть о его поражении вы наступили в схватку из которой саб-зиро вышел победителем но псейбот присутствовал практически во всех частях игры начиная с mortal kombat 2 но почти везде он был скрытым играбельным персонажем для открытия которого требовалось выполнить определенные секретные действия например mortal kombat 2 нужно было совершить 50 побед подряд без поражений имя нупсейбот было образовано от фамилии его создателей эда буна и джона тобиаса перевернутых наоборот его роль в mortal kombat 9 была довольно недолгой потому что после поражения от своего брата он также пострадал от ночного волка который бросил его в салнада которая вроде как должно было его разорвать дальнейшая судьба нупсейбота неизвестна и в игре не оговаривается судьба куай ленка тоже не совсем ясна потому что в конце девятой части в бою против синдал практически все земные войны были побеждены не просто побеждены а уничтожены синдал усиленная душой шан цунга была настолько жестоко что не щадила никого только ночной волк воспользовавшись своей магией смог ее уничтожить может быть уничтожить но опять же он пожертвовал ради этого собой это все подводит нас к главной интриге десятой части собственно ради чего все это было сделано кто же будет саб-зира в mortal kombat 10 так как бихан мертв нупсейбот вроде как уничтожен куай ленк мертв вроде как уничтожен но судя по трейлеру саб-зира там есть какой mortal kombat без саб-зира даже если куай ленк выжил то каким образом из него обратно сделали человека тоже вопрос ну ждем ждем выхода я думаю новая часть ответит нам на все вопросы спасибо что смотрели я надеюсь вы нашли в этом ролике что-то полезное для себя подписывайтесь ставьте лайки и ждите следующих серий всем пока а я вывести стилой мид завричай и 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 Продолжение следует...